МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Константин Хабенский и Анна Чаповская сыграли роли под чутким руководством режиссёра, а ещё актрисы Оренбургского театра драмы Ирины Прохоровой. Какой он, этот путь от провинциального театра до работы со звёздами российского кино? Об этом сегодня поговорим в программе «Тема дня» с Ириной Прохоровой. Ирина, здравствуй. И начнём, наверное, с первого главного вопроса. Как получилось, что актриса Оренбургского драматического театра решила стать режиссёром и так резко, достаточно поменял вектор своей профессии? Расскажи нам. На самом деле я не меняла ничего. Я же не стала физиком-ядерщиком. Или инженером. Мне кажется, что это две профессии, которые взаимосвязаны, что ли. Они сопрягаются. И я не считаю, что я повернула резко вектор своей деятельности. Одно из другого. Но не все актрисы становятся режиссёрами. И всё равно это какая-то была мечта изначально? Слушай, наверное, нет. Не было такого. Я, кстати, вот недавно у нас была в рамках театрального фестиваля «Гостиный двор». У нас были мастер-классы, на одном из которых я была, по сценической речи. Педагог сказал между упражнениями, как только упражнение вам становится понятным, как только вы научились его делать, сразу же отбрасывайте его в сторону. Потому что вы ничего не обретаете, вы дальше не растёте, наступает стагнация, вы стоите на месте. И вам каждый раз должно быть сложно и тяжело. Только при этом наступает рост. И я себя тогда поймала на мысли, что, наверное, я пришла на это занятие по сценической речи. Не для того, чтобы упражнения какие-то, а вот чтобы именно услышать это. Потому что меня всегда это как бы мучило. Наверное, это произошло в момент, когда была пандемия. Когда, знаешь, вот так вот всё замерло, остановилось. Когда было время не бежать куда-то, на работу, на службу, что-то делать. А когда вот такая вот наступила пустота, тишина. И даже есть время на подумать. И подумать, что ты хочешь делать дальше, куда ты хочешь идти. И вот, кстати, тогда я начала искать в интернете киношколы. Почувствовала, наверное, какую-то в себе силу на тот момент, что хочется идти дальше. Что-то пробовать. Ну вот ты попробовала. Получилось достаточно успешно. Вот расскажи, откуда появилась вот эта возможность в результате встретиться с актёрами МХАТа, где ты выступила режиссёром. Что этому предшествовало? Это был какой-то сложный, долгий, тяжёлый путь? Или это достаточно произошло всё неожиданно для тебя, и ты даже не могла оценить на тот момент, что это приведёт действительно к такому результату? Я вообще как бы не знала о существовании такого конкурса. То есть, ну, отучилась, грубо говоря, год. Я сняла курсовой свой фильм, который, это был первый мой фильм, который полетел на фестиваль «Короче», во внеконкурсную программу. И ещё в нескольких фестивалях он участвовал, и есть награды у него. Потом, второй год обучения, были какие-то этюды, задания от киношколы, которые снимались, выполнялись. И к середине второго года обучения в киношколу прилетает такое, значит, предложение, видео, где Константин Юрьевич Хабенский рассказывает о том, что МХАТу в этом году 125 лет, и объявляется конкурс, короткометражного кино «Прилет чайки» на 125 секунд. То есть, вообще мизерное время. Да, да. Это 2 минуты 5 секунд, без титров. То есть, титры там уже мы отдельно потом делали. То есть, нужно было снять. Фантазия как бы не ограничена. Хоть на телефон снимай. Ну, вот тема «Прилет чайки». Вот. Ну, как бы, да. Я так это все посмотрела, интересно. Как-то так оно все, я не знаю. Написался сценарий быстро, ну, вот буквально за один вечер. Дальше мы его сняли. Дальше, значит, я все это безобразие посмотрела. И подумала, что это действительно безобразие. Такое отправлять нельзя? Ну, как бы, да. Думаю, ну, такой серьезный конкурс. Тут сам Константин Юрьевич его объявил. И я вот это вот сейчас буду отправлять. Тем более, ну, как бы, у меня уже были на тот момент фильмы, снятые на хорошую... А это я снимала на GoPro вообще. На старенькую какую-то GoPro. Вот. И, конечно же, не хотелось это все так позориться. Думаю, ну, ладно. Похулиганили и выбросим это. Но вроде бы как мы поговорили с куратором. Она говорит, Ирина, слушай, ну, титров нет. Поэтому ты ничего не теряешь, отправляй. Никто не узнает о твоем позоре. Но самое интересное, как бы, ну, ты получишь какую-то обратную связь. И вообще, ну, попробуешь свои силы. Ну, в общем, ты ничего не теряешь. Я говорю, ну, ок, ок. Отправили. Тут, значит, работа. Дальше какие-то задания по киношколе. И звонок. Как раз то ли к спектаклю я готовилась, то ли уже. Ну, в общем, я была в гримерке. Мне звонок. Позвонились из МХАТа. И пригласили на... Сказали, что, как бы, короткометражка вошла в десятку лучших. И пригласили на... Прилететь на награждение. Было ощущение ликования в этот момент, что вот ты стоишь в Римбурге, в гримерке, Римбургского театра драмы, и тебе звонят из МХАТа самого. Ну, конечно. Это было приятно, да. Дальше я понимаю, что в это время я буду находиться в Нижнем Новгороде на гастролях. И, возможно, я не попаду на награждение. Вот. Но в итоге все сложилось благополучно. Мы как бы проговорили с руководством театра, меня отпустили. Вот. И, да. И мне удалось попасть на награждение, где фильм мой взял гран-при. Вот. Фестиваль, что тоже было очень неожиданно и лестно, и как-то... Его даже посмотрели дважды. Константин Юрьевич, давайте посмотрим еще раз фильм победителя. И я такая... Ну, конечно, он мне... Я до сих пор не считаю, что это вот прям вот супер... Мой самый лучший фильм. Но очень многим он нравится и кажется интересным, подвижным, смешным. Ну, давай все-таки поговорим про самое главное событие, которое случилось после. А какое самое главное? Ну, мне кажется, сейчас это то, что ты все-таки сняла фильм с участием актеров МХАТа, который называется «Зверек». Это же стало как раз-таки призом самым главным этого гран-при. Вот как... Давай расскажи, пожалуйста, как проходила работа. Ты отбирала каждого человека, который принимал участие. Проходил кастинг. Константин Хабинский тоже в нем участвовали. Это была фигура уже изначально вписана в сценарий. Приз был объявлен по сценарию Немировича Данченко короткометражный фильм с участием актеров МХАТа имени Чехова. Я... Мне прислали сценарий, я прочитала. Это не совсем как бы полноценный сценарий фильма, потому что это пять страниц из пьесы, которая была написана в 1930-х годах как киносценарий. Вот. Но он далек от киносценария нашего сегодняшнего современным языком, да, то, что мы понимаем киносценарий. То есть это больше какая-то пьеса и это выдержка пять страниц из этой пьесы. Естественно, я прочитала, и я не понимала, что с этим делать и как это снимать. Когда полетела в МХАТ в июне, я предложила Константину Юрьевичу несколько вариантов развития событий в этой пьесе. Там порядка шести-семи идеи я ему привезла. Вот. И на одной из них он остановился, и мы приступили, да, мы приступили к работе. Самое сложное для меня, наверное, было это здесь, в этой работе, это написание сценария. Я постоянно твердила, топала ногами, что я не сценарист, я режиссер, что как бы, ну, сроки были сжатые, да, нужен был человек, который хорошо знает, что он не только сценарист, чтобы он знал историю МХТ, чтобы он, ну, понимал, ну, знал пьесу Немировича Данченко, знал Чехова. То есть время поджимало, и мне пришлось самой сесть и это все написать. Итак, съемки шли всего три дня. Да. Вот что эти три дня для тебя значили? Это был нон-стоп 24 на 7, ну, 24 на 3, получается, или это вы там спали, и потом вновь за работу? Ну, как это происходило? Кто выходил там первым на площадку? Сначала снимали с Хабинским, или как-то это было по-другому? Я прилетела где-то за две недели до съемок, естественно, ну, на предмет того, чтобы там изучить локацию, а снимали мы в уникальном месте, в доме музея Станиславского. это потрясающее место. Вообще, конечно же, вот я сейчас вспоминаю, это, наверное, мне безумно повезло это работать с великими актерами в великом месте. Это вот, это, наверное, огромное счастье. Возвращаясь к твоему вопросу. Естественно, мы изучали локацию, мы выезжали с оператором на пришут. То есть к моменту съемок у нас фильм фактически был снят на телефон. То есть я мезансценировала, оператор пробовал, мы смотрели, как это будет лучше. В процессе выстраивания картинки менялся и сценарий. То есть фактически это было за две недели. И когда мы вышли на съемки, у нас фильм уже был, вот он уже фактически снят, смонтирован, да. Еще у меня такая, у меня в целом однокадровая история. Я понимала, что много актеров в кадре, поэтому насколько будешь подготовлен к съемкам, настолько и, ну, как бы ускорится процесс самих съемок. Было ощущение снисхождения к молодому режиссеру со стороны звезд российского кино? Или это была доброжелательная такая атмосфера? Очень компрометирующий вопрос. Я не замечала такого, но даже если бы это было, я на такие вещи никогда не обращаю внимания. То есть у меня просто на это нет времени, чтобы задать, а почему он так сделал. То есть я была настолько погружена работой, своим делом, что как бы на какие-то вещи, которые происходили вокруг, я даже многие вещи не помню, потому что когда человек увлечен процессом, и ты понимаешь, что у тебя давят и сроки, и ты понимаешь, что у тебя и переработки, и ты понимаешь, что тебе нужно это все успеть, как бы на такие вещи даже не обращается внимания. Ты думаешь, как сохранить себя, и как сделать так, чтобы тебе хватило сил на то, чтобы это все успеть доделать и доснять. Слушай, я вот еще сейчас вспомнила, хочу добавить тебе, как ты спрашивала, как проходил каст. Когда я прилетела в МХАТ, вот Константину Юрьевичу со своими идеями, как дальше, и что дальше с этим сценарием делать, как быть и как жить, вот, я посмотрела несколько спектаклей в МХАТ на предмет актеров, то есть я отсматривала. Я познакомилась со студентами школы-студия МХАТ, то есть мы там их прописали, записали отдельно, то есть я улетела, у меня уже был проведен ряд встреч, то есть я увидела студентов, они у меня были записаны. Я встретилась с актерами, которые я предполагала, что могут быть у меня на ролях. Естественно, на некоторые, ну, на многие роли не было кастинга, на некоторые роли я присмотрела артистов, когда вот была в МХАТе, смотрела спектакли, а некоторые артисты присылали пробы. Ну, прям в двух салавах. Какая фабула этого кино, «Зверек»? Это такой некий симбиоз сценария Немировича Данченко и пьесы Чехова «Чайка». Это история современной Нины Заречной, которая любит сцену, свою профессию, мечтает о славе и так далее, и так далее. Ну, я думаю, многим, наверное, будет близка из современных, да, наших актрис. Кинокартина, мы знаем, что уже получила свою жизнь. Она будет представлена в Нижнем Новгороде на кинофестивале. «Горький фест», да. «Горький фест», и ты будешь представлять вместе с Константином Хабецким эту картину. Как ты получила это приглашение? Ты сама изъявила желание, чтобы она там показалась, или это было приглашение со стороны организаторов? Нет, как бы, я фильм сняла, смонтировала, сдала, и у фильма есть продюсеры. И, естественно, это их задача, они этим занимаются, они отправляют, они определили, какие фестивали важны и где, и какие фестивали интересны. То есть... У нас в Оренбурге тоже проходит свой кинофестиваль «Восток-запад» классика «Авангард». Будет ли он там представлен? Посчитали ли продюсеры? Слушай, я, если честно, не знаю. Вот, правда, не знаю, отправляли ли его туда или нет. Даже не в курсе. Но у меня есть другие фильмы. Я все... Я, кстати, можно будет и отправить. А до какого числа? Это я не знаю. Подача... Прием заявок. Ну, может быть, еще и есть время. Было бы интересно. Можно ли сказать, что ты тем самым, что ты вошла в кино как актриса, действующая актриса Оренбургского драмтеатра и сейчас уже погрузившись в кино, ты отчасти ломаешь стереотип такой общеизвестный, что режиссура это все-таки мужская профессия. Слушай, ну, давно, мне кажется, уже в режиссуре женщины, вот за камерой стоит режиссер, женщина улыбается. вот, но, ну, ну, не знаю, ну, мне кажется... Есть ли у тебя какие-то режиссеры, которые для тебя, они как примеры, может быть, где-то что-то берешь, черпаешь свои идеи, ну, основываясь на каких-то известных работах, может быть, любимые фильмы? Беру. Но не конкретно, вот, у меня вот есть кумир, и все, я вот только вот, я вообще, так как говорят, всеяден. Вот, то есть, мне нравится что-то здесь, что-то там, что-то в этом фильме, что-то в другом, то есть, конкретно я не могу сказать. Но есть какой-то такой любимый фильм, который прям реально? Один не назову. Я не могу выделить, где-то мне нравится драматургия, где-то мне нравится визуал, где-то... Ну, что-то вот мне нравится, например, опять-таки, вот из работ Шепитько, режиссер-женщина, что-то... Мне нравится советская классика, мне нравятся комедии советские, фильмы военных времен, не военных, фильмы о войне, которые были сняты в советское время, да. Вот. Ну, конкретно, вот, очень нравится, как, например, выстроена драматургия, актерская игра в фильме «Вокзал для двоих». То есть, ну, вот, какие-то отдельные вещи, отдельные сцены, отдельные, ну, могу назвать, но вот все, я влюблена в этот фильм, у меня нет такого или в этого актера у меня такого нет и никогда не было. Это, ты знаешь, вот, часто задавали вопрос, вот любят актерам задавать такой вопрос, ну, назовите, какая ваша любимая роль? Или, ну, назовите, ну, какую роль вы хотите сыграть? Ты знаешь, мне никогда такого не было. Вот, мне никогда не было, хочу сыграть эту роль. Не знаю, или вот эта роль моя любимая? Да все они любимы. В каждую роль была вложена частичка себя, в каждую роль. Как насчет полного метра? Уже есть идеи, уже есть желания, возможно, даже какие-то проб, пера? Есть. Что это будет комедия, драма? Это будет драмеди, скорее всего. Сейчас работаю над... То есть у нас есть сценарная комната, мы с ребятами пишем. Это, по-моему, онлайн сценарная комната? Да, онлайн. Кто-то у нас проживает в Турции, кто-то в Москве, кто-то... То есть это вот как-то вот благо сейчас есть интернет. Международный процесс у вас. Да, да. И можно это все сделать удаленно. Слушай, пока не буду говорить, что это за проект. Мне он кажется достаточно симпатичным. И хочется, конечно, его быстрее-быстрее написать и успеть податься на дебют режиссера, который вот должны скоро объявить в Минкульте. Вот. Ну, не знаю, насколько мы успеем. Вот. И как быстро... Это же такой процесс. Спасибо, что ответила на наши вопросы. Вашей команде желаем успехов с написанием сценария. Спасибо. Ну и успехов, чтобы снять большой, хороший фильм. Снято? Снято. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин